МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Толярадо компании Гомелев, студия працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Ковид-19. Головное управление ховы здоровья Гомельского облвыганкама прокомментовало эпидемиологичную ситуацию в регионе. Ходка в школу. Весновые каникулы Белоруссии заканчиваются. Сустреча онлайн. Ветковский музей Мяшклярова запустил новый интернет-проект. А зараз об этом и иншим больше подробно. Уголовное управление ховы здоровья Гомельского облвыганкама прокомментировали эпидемиологичную ситуацию в регионе. Головный вывод – зараз она находится под контролем. Медики Гомельской области сдолили взять ситуацию под контроль с первого выпадка завоза коронавирусной инфекции. Апературно были выявлены все контакты хворога, что дозволило худко их шпитализовать. А прошу того, зараз в регионе денежная система, которая дозволяет минимизовать рызыки. Эпидемиологическая ситуация в Гомельской области контролируемая. В настоящее время в Гомельской области перераспределены потоки пациентов с целью минимизации возможности заражения пациентов коронавирусной инфекцией. В настоящее время на 6.00 учреждения здравоохранения Гомельской области находится 185 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В среднем, приблизительно 80% пациентов из данной группы находятся в удовлетворительном состоянии, то есть без каких-либо клинических проявлений. В настоящее время учреждения здравоохранения Гомельской области и медицинские работники готовы и оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех медицинских работников, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, поблагодарить Гомельский областной исполнительный комитет за удовлетворение тех нужд и потребностей здравоохранения, которые в данное время у нас возникают. Разом с тем, Уголовным управлением ховы здоровья Гомельска Габл-Ваканкама звертают увагу на факты недобросумленных повозин, некоторых представников недержавных сродков массовой информации и блогеров. Зметы отримания любой информации об эпидситуации в регионе, они перешкоджаются работе медиков, не звертаючи увагу на той факт, что пациентам потребна худкая допомога. Тем более, что прожа коронавируса актуальными застаются иншие захворывания, от сукрового диабету до гипертонии. Со временем общество в данной ситуации даст оценку всем тем, кто реально хотел помочь, приорганизовать и обеспечить оказание медицинской помощи. И тем, которые пытались воспользоваться данной ситуацией и получить какие-то дивиденды или заработать лайки в интернете. Поэтому всех прошу, пожалуйста, если вы увидите, что кто-то отвлекает медицинских работников от оказания медицинской помощи, пожалуйста, остановите их. Специалисты Гомельского областного центра профилактической дезинфекции далі паради по використанні индивидуальных сродков обороны подчас эпидемии коронавируса. У приватности размова йде об масках йде сродках. Чоловеку масы на вулицах городов сёння уже не редкость. Односины медиков до гэтага неоднозначные. Шмат, кто лишит, что выкористовывать маски необходно только у местах массового знаходження людей. При гэтам от хворога человека коронавирус не передаецца на адлеглость больше як два метра. И такий факт. Полностью гарантовать безпеку не може ни одна маска. Маски, которые сейчас массово стали выпускать, раньше их надо тестировать, насколько они защищают. Вообще маска на 100% профессиональной деятельности наша не защищает до 100% от инфицированности. Потому что там различные требования, проницаемость и так далее, и так далее, не испытываются по технологическим нормам. Поэтому маски, я вижу, различные люди носят. Понятно, что не все их защищат, но они уменьшат. Все равно не уменьшают вероятность проникновения инфицирующей дозы в человека. Они еще лучше защищать, если человек сам уже инфицирован, чтобы менее загрязнять окружающую среду. Особливая увага дезинфицирующим сродкам. Зараз великим попытом корыстаются ваткости на основе спирту. По словах медиков, выкористовывать их для опросовки поверхне у жилых помешканьях не треба. Хопить и звычайные вельготные уборки. Примахшимости необходимо отмовиться от таких сродков и у остальных выпадках. Бо ваткости с утроманием спирту могут пошкодить скорую рук. Больше эффективным и безопасным з'является опросовка рук мылом. Если есть возможность помыть руки, это все заменяет применение антисептиков. Он нужен в таких ситуациях, где вообще нет условий для мытья рук, то есть крана, мыла и так далее. И где-то, как представят, какие-то манипуляции, может даже с лицом связанные, и надо просто воспользоваться антисептиком. Да, им тогда надо воспользоваться. Потому что химическая дезинфекция, в общем-то, это давно уже по стола от десятилетиями, она должна быть минимально достаточной. Потому что химии хватает, и чрезмерное применение, оно все равно небезвредно, скажем так. Показания к применению химических средств, дезинфекции, антисептиков, оно должно быть умеренным. Весновые каникулы заканчиваются. Об необходности поступового вертать школьников до занятков сегодня выказался президент Беларуси Александр Лукашенко под час рабочего визита в Улицкий район. Министерство эдукации поведомило, что вышибный процесс в средних школах пошнется у понеделок 20-го красовика. По словах министра эдукации Игоря Карпенки, прийти в школу на наступном тыдне плануют коля 40% детей. При этом означается, что батьки, які лишатся наведывания школы небезпечным, мают право не отпускать своих детей на занятки. В таком случае они повинны протягивать навучание дистанционно. Навучальные программы и календарно-тематичное планирование по каждому предмету повинны быть откорректированы. Закончание навучального года переносить по куль не плануется. Протягиваем тему. Дистанционное навучание, необходимое во умовах пандемии, стало соправдным выкликом для установы эдукации. Им необходимо по максимуму реализовать не только свой техничный, но и творческий потенциал. Об эдукационном процессе, новых умовах и креативных идеях Гомельского педагогического колледжа и Мявы Гоцкого в наступном сюжете. Большая частка навучанцев пед колледжа засталася дома у гэты небеспечный час. Типа уластным жаданні, типа потребованні батьков. Але гэта не подстава, каб спыняць навучанні. Перед наставниками установы паустала новая задача – организовать процесс таким чынам, кабусе навучанцы працевали одначасово – и у аудитории, и дома. Выкладчики колледжа паспяхово справляюця з ёй. Нават реализуюць разом с подопечнами новые аддукаційные проекты. Идея, которая есть и уже начала работать, мы предложили нашим учащимся, выпускные группы, третий, четвёртый курс, чтобы они разработали свои собственные уроки и записали их для учащихся начальной школы, которые смогут получить образование по текущим темам, просто зайдя на наш сайт. Выкористанне техничных махчимостей удосконаливается и часом набывая соправды незвычайной формы. Проверка веда, удякуючи QR-коду, робит заняток с захопляющим и дозволяя скоротить физичный контакт с наученцами. Выховавшая работа так само не засталась без уваги. Организованы видеопроекты для тех, кто находится у самоизоляции. Первый конкурс «Провожу время дома», то есть учащиеся создают свои видеоролики и размещают их на нашем портале о том, как они проводят своё время после учёбы в условиях самоизоляции. И второй видеоролик о том, как мы организуем семейный досуг, семейное счастье. Эти ролики создаются в рамках проекта «Дом без насилия». Новые умовы стали для педагогичного колледжа мотивацией исти наперед. Творчий подход и любовь до своей працы допомогут переодолись в выпробовании сёняшнего часу. Миколай Скинтиян, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Завтра же горы нашего региона могут звернуться по телефону до представников мясовой улады. У Гомельскими облвыконками на питание громадян откажет наместник-старшини Андрей Конюшка. У ГТШ спраймать звонки будет первый наместник старшини Гомельского горыбоконкама Сергей Андреев. Номер телефона 514558. Промые линии, как извышально, працуют с 9 до 12 годин. А в наступную субботу 25-го красавика в Беларуси пройдет республиканский субботник. Такое решение принято Советом Министров. У ГТШ державные органы и организации на доброохотной основе могут провести субботник на опрационных местах обо добропорадковать территории населенных пунктов. Зарубленные сродки перолишать у областный бюджет. Их накируют на подрыхток у детяших лагеров и спортивных объектов, а так само обновление историко-культурных каштоностей и мест боевой и воинской славы. Так, 50% сродков зарубленных в Украине за 25-е красавика в ровных долях поделить по межнациональным мостатским музеям и мемориальным комплексам на мест спаленной вёске Аллау в Светлогорском районе. У Беларуси проходит сбор сродков на лечение и реабилитацию за межой для трех маленьких девушинок. Удар Ешипятовской, София Жагунь и Миланы Пшанко, редкое генетичное захворывание, спинальная мышечная атрофия первого типа. И она поступово приводит до нарастающей мышечной слабости. До помощи девушинкам может кожной. Для этого треба потелефоновать на республиканскую доброчную линию, отправить СМС с текстом и сумма охвирования на короткий номер альбо накеровать сродки фонду «Серца Аньола». Ветковский музей старообразництва и белорусских традиций Мяш Клярова запустил новый интернет-проект «Осеродзе Зносин». Кожную сироду 15 годин науковые сопротивники музея будут проводить онлайн-лекции. Под час промых трансляций они будут рассказывать про экспонаты Ветковского музея и его филиала в Гомеле. Неколькие трансляции уже отбылося. Гомельчанам распавели про особные иконы и иконопис в целом, про элементы и символы на экспонатах. В наступную сироду сопротивники музея расскажут про историю такого символа как ромб, которая наличивает больше за 4000 годов. Подключиться до трансляции можно в инстаграм-аккаунте музея и официйной группе ВКонтакте. На данный момент мы пока что опробуем эту всю систему и возможно в дальнейшем мы перейдем уже на постоянную основу. То есть каждую среду будем проводить прямые эфиры. Возможно, со временем мы расширим нашу сферу деятельности. Это будут мастер-классы, какие-то опять же онлайн-видеоэкскурсии. Однако сейчас мы ограничились на лекциях небольшого времени, как раз таки 15 минут. Меньше наведывальников алипрацей где в штатном режиме. Спортивные центры в области протягивают працу. Правда, есть смены. Наша сдымочная группа наведала Гомельский палац водных видов спорта. Тут приняты все меры для профилактики и продухъеления инфекционных захворываний. Подробностей в репортаже Вероники Гамзюковой. Праца в палаце водных видов спорта протягивается в штатном режиме. В центре приняты все меры. Дозатор с антисептиком на выходах супрацовники и масках. Спортсмены и тренеры находятся под медицинским контролем. Что одни их оглядают медики. У нас проводится термометрия. Она проводится как сотрудникам перед началом рабочего дня, так и среди учащихся спортивной школы. У нас все перед тренировкой приходят, мы замеряем температуру. Также осматриваем на признаки наличия ОРВИ. Все посетители нашего бассейна также могут измерить температуру и получить медицинскую консультацию по данному вопросу. Для наведывальников центр не закрывался. Валерий Крупейченко постоянный наведывальник Палаца водных видов спорта. Тренировки мкнеться не пропускать. Навод зараз регулярно наведывая бассейн. Отзначает, что для здоровья корыстно. А тут выконываются все меры профилактики. Я считаю, что бассейн это вода, а вода все смывает. Тем более, что тут все обеззаражено и моют его очень так не переставая, скажем. Наведывальников все же стало меньше. Калеране за день у Палац приходило каля 600 человек, то сегодня не больше сотни. Меньше приходит и спортсменов. Старейшие плавцы фристалисты из Кокуны у Ваду рыхтуются до споборництва по плане. Среди детей учебно-спортивный процесс проходит в установленной форме. Порядка 50% посещений учащихся у нас в нас в настоящее время ходят на тренировки. Мы каждый день проводим этот мониторинг, поэтому здесь мы контролируем всю ситуацию. Руководством учреждения приняты все необходимые меры, издан приказ, везде расставлены дозаторы для того, чтобы обезопасить непосредственно работников учреждения, ну и в том числе посетителей. На сегодняшний день спортивные центры корректуют свою працу. Например, в Гомельском областном центре Олимпийского резерва одиноборства тренерские штабы и спортсмены отправились от подшинок. Кировництво Гацар по прикладных видах спорта обмежевало выход побочных особенно территорию центра. Во всех спортивных центрах на сегодня приняты меры по профилактиции и предухилении инфекционных захворываний. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания Гомель. Это инши новины. Информацию о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь-4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Постройки устояли, крыши уцелели. Пары ветра, которые накануне достигали от 15 до 20 метров в секунду, не принесли особых разрушений частным домам и сельхоздворам. В МЧС сообщили только об одном происшествии. В Реческом районе натисканий погоды не выдержала зерносушилка. Металлическая конструкция рухнула на землю, повредив ограждение. В итоге механизмы сушки зерна был выведен из строя, но никто не пострадал. За прошедшие сутки на территории Гомельской области зарегистрировано 15 лесных пожаров, 1 торфяной и 10 пожаров, травы и кустарника. Учитывая сухую погоду и ветер, еще раз хотелось бы обратиться к гражданам Гомельской области и напомнить, что на территории Гомельской области введен запрет на посещение лесов и категорически запрещено сжигать сухую растительность. Непогода поспособствовала совершению ДТП в Хоникском районе на автодороге около деревни Сутково. Водитель автомобиля Рено из-за пыли, поднятой шквалистым ветром с полей, дезориентировался, выехал на полосу встречного движения и врезался в сельский автобус. Пассажиры маршрутного транспортного средства не пострадали. Чего не скажешь о мужчине, который находился на переднем сидении легковушки рядом с водителем. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован. ГАИ проводит проверку. В деревне Иговка на пожаре в частном доме спасли пенсионерку. Соседи проникли в помещение до приезда подразделений МЧС и вынесли пострадавшую на улицу. В дом, охваченный огнем, отчаянно бросились работник МЧС, сержант внутренней службы и рабочий агрокомбинат Новый Путь, которые оказались там в свободное от службы время. Позднее пожар был ликвидирован спасателями. Уничтожена крыша дома, мебель и имущество. Пенсионерку доставила в больницу бригада скорой помощи. Причина пожара устанавливается, а обстоятельства выясняют сотрудники МВД. А в деревне Калинина Будокошлевского района сгорел микроавтобус. Пожар произошел накануне днем, когда машина стояла возле дома хозяина. По версии МЧС, причина возгорания – замыкание электропроводки. Печальнее всего, что пожар заметили слишком поздно и потушить его своими силами не представлялось возможным. В итоге «Мерседеса-спринтер» 2000 года выпуска выгорел полностью. Пламя распространилось по салону с моторного отсека. На территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника нашли костные останки человека. Фрагменты черепа из скелета обнаружили работники заповедника, когда тушили лесной пожар около деревни Голубовка. В ходе изучения места происшествия следователи нашли также фрагменты одежды погибшего. Вместе с останками они пролежали там продолжительное время. Все найденное уже передано экспертам для проведения исследований. По основной версии, костные останки могут принадлежать одному из местных жителей, который числится в списках без вести пропавших. Ко всем, кто располагает по этому поводу полезной информацией, просьба сообщить в милицию или по номерам телефонов, указанных на экране. В Мозыре, возле Кафедрального собора Святого Архангела Михаила, местный попрошайка ограбил инвалида. Это событие произошло еще на католическую Пасху. Сегодня видеозапись преступления опубликовал телеграм-канал МВД. В какой-то момент мужчина, просивший милость у него возле храма, решил не дожидаться подати, а взять ее самостоятельно. Другими словами, отобрать у инвалида, который после совершения грабежа не смог даже оказать преступнику сопротивление. Тот выхватил у прихожанина пакет с пожертвованием и попытался скрыться. Подозреваемому не удалось далеко убежать. Его задержали стоявшие неподалеку женщины. После этого его передали милиционерам, которых вызвал сторож собора, наблюдавший за происходящим по камерам видеонаблюдения. Это вся информация к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Гомельский локомотив начал выступление в чемпионате Беларуси по футболу среди команд первой лиги. С какими задачами команда начала новый сезон, мы поинтересовались у главного тренера клуба. Как отмечает Андрей Горовцов, первые матчи будут нелегкими. Железнодорожники встретятся с теми клубами, с которыми в дальнейшем будут оспаривать лидерство в турнирные таблицы. Напомню, что клубу удалось сохранить практически весь состав команды прошлого сезона. В этом году присоединились полузащитники Егор Барсуков и Роман Данилков, нападающий Павел Клинье и защитники Илья Шабанов и Владислав Белошевич, а также голкипер Евгений Кондратенко. Селекции не спешили, подбирали игроков на конкретные позиции. В этом году акцент старались сделать на молодежь. Ребята все заждались уже начала чемпионата. Все-таки это, наверное, самое нелюбимое время предсезонная подготовка. Надеюсь, что этот настрой они сохранят. Весь объем работы мы выполнили. Первые пять туров соперники, скажем так, с которыми будем вести борьбу за высокие места. В предсезонной подготовке сорвалось несколько товарищеских матчей. Встречались железнодорожники с командами из второй лиги. Поэтому готовность к чемпионату будет видна лишь на самих матчах. Готовился клуб в Гомеле. Андрей Горовцов отмечает, в остальном в межсезонье подготовка прошла по плану. К старту футболисты подходят в боевом настроении. Настроение в команде хорошее. Все уже давно соскучились по футболу. Поэтому подходим к сезону в боевом настроении. Задача выходить и показывать хорошую игру, чтобы привлекала болельщиков и побеждать соответственно в каждой игре. Напомню, следующий матч железнодорожников пройдет 26 апреля. Во втором туре они встретятся с Гомелем. Отметим, Локомотив и Гомель считаются фаворитами чемпионата. По итогам двухкругового турнира, который должен завершиться 14 ноября, две лучшие команды получат путевки в высшую лигу. А третья проведет переходные поединки с клубом, который финиширует на 14 месте в элитном дивизионе. Напомню, железнодорожники за последние пять лет трижды становились четвертыми. А в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и рух, но остались ниже по дополнительным показателям. Завтра пройдут очередные поединки чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги. На центральном стадионе определять победителя будут Гомель и Новополоцкий-Нафтан. На поле с дюшор номер 8, спутник и сморгонь. Представители речицы начнут встречу в 15.00. Стартовый свисток для гомельчан прозвучит в 15.30. Напомним, на заседании и по этическим вопросам Ассоциации Белорусская Федерация Футбола было принято решение лишить гомель 5 очков в этом сезоне. Дисциплинарное взыскание коснулось и Светлогорского химика. Он начнет сезон с минус 9 очков. Легкоатлетический квалификационный период к Олимпийским играм в Токио приостановлен. Об этом сообщает пресс-служба Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций. Квалификационный период приостанавливается по 30 ноября. Результаты, показанные во время приостановки, не будут учитываться для отбора на игры и в мировых рейтингах, но будут регистрироваться в статистических целях. Результаты спортсменов, которые уже выполнили нормативы на игры, останутся в силе. При нормализации ситуации в мире квалификационный период возобновится 1 декабря. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова